Эх, скучно как! Совсем делать нечего! Мия, пойдем в лес прогуляемся! В лес? Ну пошли! Девочки, только далеко от дома не уходите! Вы же помните, я говорила вам, в этом лесу могут ходить люди! Эх, я никогда не видела людей! И я не видела, но надеюсь, что мы их никогда не встретим! Если увидите людей, сразу возвращайтесь домой! Нельзя, чтобы они вас заметили! Вы же знаете, какие они бывают опасные! Мама нам каждый раз одно и то же говорит! Да, может быть и нет никаких людей на самом деле! Братишка, ты не устал? А то мы можем остановиться, отдохнуть немного! Да не устал я, только я не понимаю, почему мы так далеко зашли? Ну мы же в поход пошли, а когда идешь в поход, всегда нужно долго идти! А мне мама говорила, что в этом лесу живут аватары! Ха, ты что, поверил в эти сказки? А что, разве это не так? Конечно нет! Ты бы еще в Бабу Ягу поверил! Пойдем уже, если не устал! Всего-то бы я устал! Я что, маленький что ли? Сестренка, ты это видела? Да, мама была права! Настоящие люди действительно существуют! И похоже, что это был мальчик со своим младшим братиком! Такой симпатичный! О чем ты только думаешь? Пойдем уже скорее домой! Ты что, забыла, что мама говорила? Как мы можем сейчас идти домой? Пойдем лучше проследим за ними! Это же так интересно! Это, конечно, интересно, но это очень опасно! Сестренка, вернись! Ну все, идем еще пять минут и будем делать привал! Эй, ты что там плетешься? Я, кажется, кого-то видел там в кустах! Что-то голубое! Может быть это и есть аватары? Эй, что за шутки? У нас с тобой серьезный поход! Говорил я маме, не стоит тебе идти со мной! А давай найдем этих аватаров, сфотографируем и всем потом покажем! Не говори глупости! Пойдем, уже чуть-чуть осталось! А я думаю, что это были аватары! Сейчас их найду и докажу брату, что они существуют! О, смотри, какое поваленное дерево! Вот здесь-то мы и сделаем привал! Как ты думаешь, здесь нормально будет? Эй, братишка, ты где? Давай уже выходи! Хватит тут в прятки со мной играть! Неужели я брата потерял? Я должен его найти! Мия, хватит за ним ходить! Пошли домой! Ты же видела, он братика потерял! Мы должны ему помочь! Нет, мы должны вернуться домой! Ты разве забыла? Люди бывают очень опасные! А мне кажется, что они очень добрые! Ты только посмотри, как этот мальчик переживает из-за своего братика! Ты как хочешь, но я в этом не участвую! Я пошла домой! И если ты сейчас же не вернешься, я все расскажу маме! Я только помогу мальчику найти братика и сразу вернусь! Братишка! Панки! Малыш, ты где? Ау! Ну куда он мог подеваться? Не могу же я без него домой вернуться! Наверное, это мама звонит! И что мне ей теперь сказать? Алло! Привет, мамуль! Панки, у вас все хорошо? Конечно, мам! Поход просто отличный! Свежий воздух, птички поют! А малыш Панки хорошо себя ведет! Он там не устал? Да нет! Он просто молодец! Настоящий походник! Бежит еще впереди меня! Ну я рада это слышать! Давайте там только недолго, чтобы к вечеру дома были! Слушай, мам, а я тут подумал, может быть мы здесь заночуем? Ты что это задумал? С маленьким братом в лесу ночевать? Конечно же нет! Вернитесь домой до темноты! Ну все, я пропал! Где же мне его искать? Этот лес такой огромный! А может быть его аватары утащили? Ты что, аватары никогда никому не причинят вреда! Эй, ты кто? Меня зовут Мия, а тебя? Меня зовут Панки! Ты что, настоящий аватар? Да, а ты что, человек? Конечно! А чего это ты так удивляешься? Я просто первый раз разговариваю с человеком! А я в первый раз вижу аватара! Я бы тут, конечно, поболтал с тобой, но у меня братик пропал! Ты не знаешь, где мне его искать? Да я знаю каждую тропинку в этом лесу! Я помогу тебе его найти! Не переживай, в этом лесу ему ничего не угрожает! Ну ты хоть меня успокоила! А то я так за брата переживаю! Пошли! Последний раз я видела его там! Эй, а ты что, следила за нами? Ничего себе! Где это я оказался? Какое тут огромное дерево растет! Ему что, миллион лет? Может быть, попробовать забраться на него? Посмотреть, куда брат подевался? Ой, похоже, кто-то идет! Надо спрятаться! Надеюсь, эти аватары не едят маленьких детей! Эй, малыш, можешь не прятаться! Я тебе ничего не сделаю! Вообще-то, я уже большой! А что ты здесь делаешь? Почему ты убежал от своего брата? Я просто потерялся! Я хотел залезть на дерево, чтобы увидеть его с высоты! На это дерево нельзя! Здесь живет моя семья! Если моя мама тебя увидит, она такое устроит! А где мне моего брата искать? Я знаю где! Пошли! Моя сестра помогает твоему брату искать тебя! Что? Мой брат и ее сестра? Да он же не верит в аватаров! Малыш Панки, ты где? Выходи! Не бойся меня! Мия, я нашла в нашем дворе человеческого малыша! И не знаешь, где теперь его брат? Ух ты! Вас что, действительно двое? Да, ты разве не знаешь, что не хорошо убегать от старших? В лесу очень легко потеряться! Быстрее за мной! Там Панки очень сильно переживают! Я уже бегу, братишка! Братишка, ты где? Ау! Панки, я здесь! Я нашел тебя! Ну наконец-то! Как же ты меня нашел? А это моя сестра его привела! Говорит, он был во дворе нашего дома! Это у вас не дом, это дерево! Ты бы видел, какое оно огромное! Вы только никому не должны говорить о том, что видели нас! И никому не показывайте, где мы живем! Конечно! Спасибо, что помогли найти мне брата! А можно с вами сфотографироваться? Нет, сфотографироваться нельзя! Никто не должен знать про нас! Я очень рада была познакомиться с тобой, Панки! И я тоже, Мия! Очень рад! Ну, я же тебе говорил, что аватары существуют! А ты мне не верил! Да! Если бы не они, то я бы тебя еще долго искал! А теперь что? Продолжим наш поход? Нет! Теперь пойдем домой! Пролазь в мою сумку! Так надежней будет! Ну что, доченька, готова? Пошли скорей! А то мы уже в гости опаздываем! А я уже передумала идти! Как это ты передумала? Семья Рассвет нас ждет! Ни культурно не прийти! Ну сходи, папочка, без меня! А я лучше дома останусь! Книжку почитаю! Не-не-не-не-не-не! Именно сегодня ты должна пойти со мной! Тебя там будет ждать сюрприз! Какой еще сюрприз? Пошли скорей! Скоро все и узнаешь! Не люблю я эти сюрпризы! Ну так и быть! Схожу в последний раз! Мамочка, что-то семья Сумерок опаздывает сегодня! Ну, наверное, доченька, на это и есть какая-то причина! Это они опаздывают, потому что не знают, какой ты вкусный пирог испекла! Ммм, как вкусно пахнет! А это еще не самый главный сюрприз! Сюрприз? Мамочка, о чем это ты? Наберись терпения! Скоро все узнаешь! А вот и они! Я пойду открою! Ой, как же я волнуюсь! Здравствуйте! Извините, что опоздали! Просто Кира книжку читала интересную, никак не могла оторваться! Ой, да ничего страшного! Мы как раз успели пирог испечь! А я вот пирог не люблю! Лучше бы вы пиццу приготовили! А наш пирог получился очень вкусный! Уверена, что тебе понравится! Ну что, давайте уже скорее пить чай! А то этот вишневый пирог так вкусно пахнет! Да, девочки, садитесь за стол! У нас для вас есть хорошая новость! Ой, как интересно! Ну и какие новости там у вас? Давай ты скажешь! Нет, лучше ты! Ну что вы как маленькие! Говорите скорее! А тут такое дело! Мы решили пожениться! Ой, как же это здорово! Это что, шутка такая? Мне все это не нравится! Зря я вообще сюда пришла! А я за вас так рада! Не понимаю, почему Кира так отреагировала? Ой, я и не думала, что твоя дочка против будет! Да, наверное, мне нужно было ей заранее все рассказать! Я ее найду и поговорю с ней! Решили пожениться и меня даже не спросили! Представляю, какая ужасная жизнь начнется после этой свадьбы! Ой, Кира, вот ты где! Чего тебе нужно? Я просто хотела с тобой поговорить! Для меня это все тоже очень неожиданно! О чем тут разговаривать? Наши родители уже все и без нас решили! А мне кажется, что все будет здорово! Пошли, я расскажу тебе все, о чем думаю! О чем это она интересна? Что здесь может быть хорошего? Это что, твоя комната? Здесь так светло! А у меня комната совсем другая! Да, я решила покрасить свою комнату в такие нежные цвета, чтобы здесь всегда было приятно находиться! А я больше люблю черный цвет! Да, мы с тобой немного разные! Нам нужно столько всего узнать друг о друге! Присаживайся, давай поболтаем! А я не хочу ничего о себе рассказывать! Ну давай я тебе расскажу о нашей семье! У меня мама, она такая добрая! Она делает все, чтобы мне было хорошо! Хорошо! И мой папа тоже все для меня делает! А если наши родители поженятся, то ему еще и на тебя придется время тратить! Наоборот, у нас появятся и мама, и папа! Они будут в два раза больше заботиться о нас! Но ведь у нас с тобой вообще нет ничего общего! О чем мы будем с тобой разговаривать? Ты вон, посмотри, что читаешь! Всякие книжки про цветочки! А я больше люблю историю, философию! Так это же здорово! Мы с тобой будем дополнять друг друга! Я же так давно хотела себе сестру! Или тебе моя мама не нравится? Да нет! Мама у тебя добрая! Она всегда ко мне хорошо относится! Ну тогда получается, что ты больше не против этой свадьбы! Ну получается, что не против! Ну тогда иди поскорее! Скажи это нашим родителям! А то они, наверное, очень переживают! Да, наверное, нужно сказать! А то еще передумают из-за меня! И как только могут книжки про цветы не нравиться! Ну ничего, скоро она поймет, как много прекрасного нас окружает! Я поговорю с дочкой! Надеюсь, она передумает! Если Кира будет против, нам придется отменить нашу свадьбу! Как отменить? Мы же так об этом мечтали! Вы что, без меня тут вашу свадьбу обсуждаете? Имейте в виду, я хочу, чтобы зал был украшен в розовых и голубых тонах! Доченька, а ты что уже, не против нашей свадьбы? Нет! А с чего это бы я была против? Мы тут с Алиной все обсудили! Плюсов гораздо больше, чем минусов! Ой, как же я рада это слышать! Давайте же тогда скорее к свадьбе готовиться! Дорогая, ты сегодня такая красивая! Это платье просто великолепное! А это мы с нашими девочками платье выбирали! Не могла же я выглядеть плохо в самый важный день моей жизни! А ты, доченька, довольна нашей свадьбой? Довольна? Ну не совсем! А что опять не так? А оказывается, семья рассвет, они такие классные! И я вот подумала, а почему это ты раньше не женился? Ну наконец-то мы едем отдыхать на море! А ты, доченька, позаботься о младшей сестричке! Да, я позабочусь, папочка! Ну сколько можно мне давать указания? Все-таки нас два дня не будет дома! Ты главное не забудь, когда Лизочка проснется, сходите с ней в магазин за молоком! Да, мамочка, я все поняла! Если что, звони мне на телефон, мы будем на связи! Ладно, пошли, дорогая, нам еще ехать целый час! Беззаботные выходные! Пока, доченька! Ну вообще, разговаривают со мной, как с маленькой, как будто бы я с первого раза не понимаю! Ладно, пойду сестренку будить! Лизонька, пора вставать! Ой, как же она сладко спит! Жалко будить! Пусть поспит еще немного, а я пока схожу в магазин за молоком! Лизочка проснется, а у меня уже кашка будет готова! Мамочка, я проснулась! Доброе утро! Почему ко мне никто не подходит? Может, они меня не слышат? Пойду, сама всех найду! Мамочка, папочка, сестренка, вы дома? Странно, никого нет! Куда же все могли подеваться? Не могли же они меня одну оставить! Пойду их на улице посмотрю! Здравствуйте! Можно мне молоко? Только побыстрее, пожалуйста! А то у меня дома маленькая сестренка одна осталась! Может быть, зря я ее не разбудила! Мама говорила, что в магазин нужно было с ней идти! Странно! И во дворе их нет нигде! А может быть, наши соседи их видели? Здравствуйте, дядя Майкл! Здравствуй, Лизонька! Привет, соседка! А вы, случайно, моих маму и папу сегодня не видели? Видел? Они же сегодня утром с рюкзаком на море поехали! А, точно! Они же на море хотели поехать на два дня! А что, твои мама и папа тебя забыли? Ничего они не забыли! Это я забыла, что в эти выходные буду дома жить сама, без мамы и папы! Ух ты! Одна все выходные! Вот это круто! Лизонька, ты уже проснулась? Я дома! Наверное, я еще спит! Просыпайся, сестренка! А где же Лизонька? Куда она могла подеваться? Лизонька, хватит прятаться! Не могу поверить, она пропала! Это что, получается, я сестренку потеряла? Что же мне теперь делать? В первую очередь, наверное, нужно маме позвонить и все рассказать! Эх, с погодой нам сегодня повезло! Сейчас немного отдохнем с дороги и пойдем купаться! А давай на следующие выходные на Луну полетим отдыхать! Ты что, дорогой, там же телефон будет недоступен! А мне нужно все время быть на связи! У нас же дети дома одни остались! Да дети наши уже и сами справятся! Леночка уже вон какая большая! В 10 классе учится! Да, она у нас такая умница! Сестренку любит! Заботится о ней! Нам можно не переживать и отдыхать спокойно! Да, Леночка! Мамочка, а вы уже на пляже? Да, доченька! И мы как раз о тебе говорили! Мамочка, а Лиза, случайно не с вами? Ты что, она же с тобой осталась! Мы уезжали, она еще спала! Мамочка, тут такое дело! Понимаешь, я в магазин за молоком пошла одна! Не хотела Лизоньку будить! А когда вернулась, то ее дома уже и нету! Как нету? Ты что, сестру потеряла? Я ее не теряла! Она сама потерялась! Нельзя было Лизоньку без присмотра оставлять! Она же еще совсем маленькая! Ну и что мне теперь делать? Скорее иди ее ищи! С ней же может случиться все что угодно! Хорошо, я буду везде ее искать! Какой ужас! Только бы с ней ничего не случилось! Дорогая, что там произошло? Лизонька пропала! Скорее возвращаемся домой! Да, это хорошо, что мы еще на Луну сегодня не улетели! Лизонька пропала! Мне, пожалуйста, космическую! С колбасой, сыром и помидорами! Вот это жизнь настала! Сегодня молочную кашу вообще есть не буду! Ой, я уже полгорода оббежала! Даже не представляю, где еще ее искать! Может быть, ее кто-нибудь из прохожих видел? Извините, вы случайно здесь мою младшую сестренку не видели? Маленькая такая, с голубыми хвостиками! Нет, не видела! А вы давно здесь сидите? Намекаешь, что это я украла твою сестренку? Да я вообще ее не трогала! Да это же была графиня из клуба Страшилок! А вдруг сестренка встретит на пути кого-нибудь такого, как она? Мамочки, что же будет? Я сейчас побледнею от страха или вообще посинею! Как же там Лизочка одна? Ну что, мои космические друзья, я вот уже второй кусок пиццы ем, а вы еще ни одного не съели! Имейте в виду, пока не покушаете и за стола вас не выпущу! Ням-ням-ням! Ммм, вкусно как! Жалко только, что мои друзья игрушечные! Не покушать не могут, не поговорить со мной! Скукотища просто! Лизочка, ты что дома? Мамочка приехала! А что, уже два дня прошло? Нет, мы не стали отдыхать! Думали, ты потерялась! А я и не терялась! Я вообще сегодня весь день дома сижу! Ой, какая же ты молодец! Дорогой, Лизочка нашлась! Ну, наконец-то! А где же тогда Леночка? А я не знаю! Нужно просто ей взять и позвонить! А вы ей не позвоните! Она телефон свой дома забыла! Действительно! Это же ее телефон! Это что ж, получается, теперь Леночку нужно искать! Давай мы с тобой разделимся! Ты пойдешь в одну сторону, а я в другую! А я что, опять одна останусь? Может быть мы подождем, когда сестренка сама вернется? В самом деле, что это мы разволновались? Леночка просто забыла телефон! Ну тогда, где же она весь день ходит? Ой, а вы что, уже все дома? И даже Лизочка нашлась! А Лизочка сегодня весь день дома была! А ты почему не смотрела за сестрой? Ну я точно знаю! Когда я пришла с магазина, ее дома не было! А, наверное, в это время я как раз вас искать ходила! Но я быстро вернулась! А я пришла домой, увидела, что тебя нет и сразу пошла тебя искать! Ой, как же хорошо, что никто не потерялся! Да, но жалко только, что отдых у нас сорвался! А давайте все-таки поедем на отдых! Но только теперь уже все вместе! А что, хорошая идея! День еще не закончился, а завтра еще целый день отдыхать будем! Здорово! Мы тоже поедем на море! Но только теперь от мамы и папы ни на шаг отходить не будем! Обязательно напишите, понравилась ли вам наша семейка! И напишите, кто из нашей семьи понравился вам больше всего! А еще заходите на наш инстаграм и смотрите там наши фотки! А ссылочка на наш инстаграм есть в описании к этому видео!